Приветствую всех! JobSchool, с вами я, Достон. Мы продолжаем изучать английский, и сегодня тема, которая волнует многих людей, потому что мы сталкиваемся с этим почти что каждый день. Сегодня мы поговорим о деньгах. Некоторых купюрах, которые вы можете использовать в английской речи. К примеру, какие есть банкноты в английском? Какие вы знаете? Купюра, как называется? Да, 100 долларов, да? А еще какие? Номиналы, помните? Евро, да? Давайте сегодня поговорим о более американском, английском. У них довольно-таки очень много фраз, которые связаны с деньгами, потому что в Америке довольно-таки разное население, то есть есть нищие, которые ничего не имеют, или вообще миллионеры какие-то, или даже какие-то рэперы. От них очень много есть фраз, которые вы можете использовать, и вначале, как я сказал, банкнота, да? В английском тоже так же используется. Это будет banknote. То есть банковская и note, как можно, как купюра, да, означает. Или монета, как будет на английском, кто помнит? Коин, да? Коин. И coins. И также иногда монету называют по... Из чего она сделана, да, к примеру, силва, это у нас серебро, да, или, например, капа, это у нас медь. Или есть, например... Да, да, голд тоже, это довольно-таки редко, но можно встретить. И также, надеюсь, вы знаете фразу, как это называется, когда вы монету подбрасываете, да? Орел и решка. Да, да, орел и решка, да? На английском это будет to flip a coin, да? И орел и решка на английском это... Head. Head это что у нас? Голова. Голова. And tail. And tails. Head and tails. Это на английском будет, да? Орел и решка. То есть голова, то есть на монете изображена голова, то есть какого-то человека, да? И tail переводится как хвост, но это, наверное, все-таки... Да, да, обратная сторона монеты, да? Ладно, давайте перейдем дальше. Возможно, вы слышали о чеках. Вы знаете, что такое чек? Что такое чек, Радмила? Чек это как бы когда оплачены наличкой, а... То есть не кэшем, да, или банкнотами какими-то. Да, то есть... By credit card. Да, да, да. Не, credit card это уже credit card, то есть чек. То есть смотрите, пишется как check away, как в британском английском. Также произносится чек. И также у нас просто... Чек. То есть это у нас обычная может быть бумага, которой пишут, сколько вы хотите заплатить за что-то, да? Но вы не оплачиваете наличкой, да? И подписываетесь, конечно. То есть you don't have to have real money, да? У вас не должны быть реальные деньги на руках. И также у нас есть кэш, как ты сказала, да? Это у нас наличные деньги, да? Вот. Давай теперь изучим глаголы с деньгами, да? Что мы можем делать с деньгами? Тратить. Да, конечно, тратить мы можем, да? Что еще? Спускать, к примеру, тоже можем, да? Это просто такие траты, да? Как будет тратить? Waste. Waste это у нас уже получается, как я сказал, впустую тратить, да? То есть ты можешь waste money. То есть просто может там... Впустую тратить. Деньги. Или чаще мы, конечно, с вами spend money, да? То есть, да? To spend money. Хорошо. И что еще можем? Деньги зарабатывать, да? Это можно сказать, как make, да? Делать деньги. Тоже, в принципе, можно. Или earn. To earn money. Все-таки вот to earn money можете использовать. Или считать, да? Считать на английском count. To count money. Мы можем занять у кого-нибудь деньги. Да. Занимы должны быть. Конечно. На английском занимать и одалживать, многие, да, путают, да? Borrow и land, да? У нас есть глагол. То есть to borrow – это брать деньги в долг. Да, to borrow money и отдавать – land, то есть давать в долг – to lend money. Я слышала выражение own. I owe money. Own – я, то есть я имею деньги. То есть ты уже, у тебя эти деньги уже как бы есть, да? Ну, да, заработал, и они у тебя хранятся, к примеру, да? Хорошо. Это у нас, то есть глаголы, да? Verb плюс money, да? Деньги. И давайте теперь изучим некоторые фразы. Теперь это у нас уже, сегодняшняя тема у нас связана с прилагателями, да? И давайте теперь с вами изучим прилагательные плюс деньги. То есть мы можем, к примеру, сказать, когда деньги вам легко достаются. Легко на английском – это как это? Easy, да? Easy money, к примеру, вы можете сказать. Плюс все деньги? Да, вы просто эти деньги получили, ну, не трудясь сильно, так скажем. Да, также у нас есть сложно заработанные деньги. Зарабатывать, как было деньги? Earn, да? Earn. И сложно – hard. Hard – earned money. Трудом заработанные, сложно заработанные деньги. И иногда нам встречается, конечно, fake – это что у нас fake? Фальшивка. Да. Да, слышали такие? Fake money – это у нас поддельные купюры, поддельные деньги, да? И иногда случается, что кто-то все-таки попадается на эти деньги, и, возможно, даже кто-то берет иногда взятки, да? Взятки на английском мы можем сказать bribe money. Это, то есть, как bribe – это у нас прилагательные, и money – то есть, существительные, да? Брайб money – это у нас, получается, взятка, да? Ладно, давайте теперь поговорим о синонимах, как я говорил ранее, да? Чтобы это немного, может, немного сложные слова, или, возможно, вам будет сложно, но вы иногда их можете использовать, да? Это довольно-таки популярно в разговорной речи. Также давайте поговорим о синонимах к деньгам, да? Мы можем, к примеру, деньги сказать bread. Что такое bread? Bread. Каждый день это… Это хлеб, да? Да, хлеб. Да, то есть, даже в русском языке, да, мы используем, как бы, хлеб насущий, да? Вот, то есть, зарабатываете себе на хлеб, да? Также мы используем это в русском языке. Также можем в английском также использоваться bread, то есть, хлеб, как синоним к деньгам. Или даже говорят, да, к примеру, хлеб с маслом, да? Someone's bread and butter, то есть, хлеб и масло, да? И также можно, к примеру, использовать, да, давайте напишем bread. У нас синоним к деньгам. Также можно dough. Dough – это у нас тесто. То есть, то же самое, да, очень похоже, да? Деньги тоже означают, да? И немножко давайте отвлечемся от этого, вам, возможно, нравится их. Кто сказал вам, кому-то нравится хип-хоп? Или этого никто не говорил? Нет, это не говорили. А, ты просто сказал эстраду, да? Да. А, я подумал, тебе нравится хип-хоп. И я как раз хотел обрадовать тем, что мы сейчас с вами также затронем некоторые слова, которые связаны со сленгом американским. Вы его только можете с друзьями все-таки использовать. Не стоит его с родителями или с учителями использовать, да? Это будет звучать странно даже, да? То есть, или переписывайтесь с друзьями, вы можете использовать слова. И первое слово – это у нас Benjamin. Кто такой Benjamin Franklin? Что это у вас вызывает сразу? Уже забыли? Все-таки, наверное, вы не часто видите. Benjamin Franklin нанесен на 100-долларовую купюру, да? И его называют так, потому что он уже как бы изображен на нем, да? И он большой вклад в США, в Конституцию, да? Как бы залог. И, да, Benjamin's – это у нас получается 100 долларов, да? Benjamin's – 100 баксов. И также у нас то же самое, почти похоже. Это у нас Jackson's. Jackson's – изображен на двадцатке. 20 долларов. Хорошо. И тысяча, как называется тысяча на английском? Thousand. Thousand, да? Ну, а в разговорном английском используют как grant. Grant – это у нас тысяча получается, да? Тысяча долларов. Или тысяча фунтов, к примеру, скажем, да? Тоже можно использовать. И как будет 9 тысяч долларов, Радмила? Nine grants. Да, то есть 9 штук, можно, да? 9 штук долларов. И если вот так все связать этих всех президентов, и они уже как бы… Их уже нет с нами, да? Dead presidents так же называют. Это мертвые президенты. Как бы кто нанесен, да? Их уже, к сожалению, нету в этом мире. И довольно-таки редко появляется на купюрах. Это все, что связано со сленгом, да? То есть, я как сказал, используйте только с друзьями, возможно, да? Или вы можете это услышать в каких-то песнях популярных.